Лен, ну, во-первых, тебя с победой. Наверное, это самое необычное место, где ты играла когда-то в футбол. Поделись впечатлениями от игры. Спасибо за поздравление. Ну, игра была вначале тяжелой, потому что все-таки приехали с России, там, где уже зима, считай, минус 10, и тут плюс 35 где-то. Ну, первый тайм был очень тяжело. Потом забили гол, перестроились, поверили уже в свои силы, забили второй под конец тайма. И на второй тайм вышли и уже дожали их, показали свою игру. Мне кажется, кроме 15 минут мы, в общем-то, доминировали в целом. А что в первые 15 произошло? Просто растерялись или что? Ну, в первую очередь, я думаю, повлияла погода и поле, новое место. Ну, так, присматривали сопернику, в погоде привыкали. А потом уже взяли все в свои руки, ноги и побежали. Вспомни свой гол, как ты забила, можешь рассказать. Я бегу-бегу, вижу по краю мой любимый фланг. Павлуша бежит, она, я такая ору, давай мне мяч. Я принимаю и кручу, короче, в дальний угол. И так получилось, забила на технику. А у вчера национальной сборной взрослой играла, у них есть теперь фирменное празднование «Летает дракон» такой. Видела? Нет. Посмотришь потом. У вас есть какое-нибудь или будет, может быть, фирменное празднование голов? Сто процентов будет, на второй игре покажем. Кричалка вот эта после победы, это кто придумал? Твоя идея или что? Это наша традиция. Мы давно так кричим, всегда. Что нам ждать от второй игры? Ну, будет сюрпризом. Я думаю, так как мы уже изучили соперника, будет намного интереснее игра. И уже по полной доминировать будем. Будем ждать. Все, кто будет смотреть, все должны увидеть сюрприз. Будет. Так что смотрите обязательно. С победой тебя! Спасибо.